Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня у нас речь пойдет о Film Compression. Это новый инструмент в плагинах Dehanser. Для начала давайте посмотрим, как реагируют на свет, электронный сенсор и пленочная эмульсия. Как видите, повышение экспозиции при съемке на цифровую камеру довольно быстро порождает клиппинг светов. Пленка же, особенно цветная, негативная, ведет себя иначе. При повышении экспозиции тени становятся светлее, но цвета не выбиваются, даже при передержках в несколько стопов. Понятно, что в избыточном переэкспонированном изображении искажаются цвет и контраст. Но при этом информация в светах сохраняется даже в случае экстремальной передержки плюс 6 стопов и более. Это почти недостижимо при съемке на цифровую камеру. Мы называем эту особенность пленки компрессией светов. Она проявляется не только на пересвеченных, но и на нормально экспонированных изображениях тоже. Для эмуляции скомпрессированного тонального диапазона под пленку мы создали и добавили в Dehancer инструмент под названием Film Compression. Он позволяет тонко настроить перераспределение светов в сторону средних тонов. При этом средние тона смещаются незначительно, а тени и полутени сохраняются. Изображение, скомпрессированное таким образом, выглядит более аналоговым и становится более гибким для дальнейших манипуляций с экспозицией, контрастом, наложением пленочных, печатных профилей и т.д. Давайте рассмотрим работу инструмента Film Compression подробно. Первый параметр Impact. Он определяет степень компрессии светов. Чем больше значение Impact, тем сильнее цвета прижимаются к среднему тону. Дальше у нас идет White Point. Это точка белого. Она определяет порог засветки фотоматериала. Чем меньше значение белой точки, тем она ближе к среднему тону и тем больший диапазон цветов попадает в зону клиппинга. Изображение в целом при этом воспринимается более контрастно. И наоборот, с повышением значения White Point общий контраст снижается, уходит клиппинг и цвета могут стать более серыми. Следующий параметр Tonal Range. Это тональный диапазон компрессии. Минимальное значение 0 означает, что компрессия отсутствует. Максимальное значение 100 означает, что компрессия захватывает максимальный тональный диапазон от самых ярких светов до почти самых теней. И последний параметр Color Density. Он управляет цветовой плотностью компрессируемого диапазона. Дело в том, что на разных пленках цвет в области светов и по мере приближения к засветке воспроизводится по-разному. Обычно негативные пленки заметно теряют насыщенность в светах, а в то же время слайды остаются более насыщенными, хотя и засветка наступает раньше. При значении Color Density 0 насыщенность в светах наименьшая, что более характерно для негатива. Значение Color Density 100 обеспечивает максимальную плотность цвета и изображение больше напоминает слайд. Как видите, инструмент Film Compression получился довольно простым для использования и весьма полезным. Кстати, он добавлен не только в OFX плагины, но и в остальные продукты Dehanzer, включая приложение для iOS. На этом сегодня все. Буду рад вашим лайкам и комментариям. Спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok